В Библии есть три поэтических книги, которые полностью посвящены вопросу страданий. И, наверное, ни у кого нет сомнений, что первая из них это книга Иова, где Иов подвергается целому ряду проблем по инициативе сатаны. И Иов практически хамит Богу. В итоге Бог ему, ну приходят там друзья его утешают в количестве 3 плюс человек. В конце концов, когда друзья уже ничего больше сказать не могут, друзья баптисты приходят к человеку, у которого проблемы. Начинают ему тут же говорить, вот ты же знаешь, правильно, по Писанию и так далее, чем они только усугубляют его страдания. Я уж не говорю о том, что еще более усугубляют его страдания наличие жены, которую Бог у него не забрал, дабы не так легко ему было страдания переносить. Вот, и так, значит, в итоге, когда уже люди, в конце говорит Бог. Очень интересно, что Бог говорит, когда люди уже больше не говорят. Лишь пока люди пытаются дать свои какие-то объяснения тому, что происходящее, Бог не вмешивается. Он, Бог, ревнитет. Если вы намерены разобраться в этом сами, то, пожалуйста, я не буду мешать. И только когда прекращают люди говорить, тогда отвечает Бог. И Бог задает Иову огромный список риторических вопросов, все, которые можно свести к одному вопросу. Ты кто такой? Кто ты такой, чтобы меня спрашивать? На что Иов посудил и отвечает, ура, я никто. Но Бог меня помнит. То есть, все то, что мы можем говорить, что Иов вхамил Богу, там, значит, непочтительно с Богом разговаривал и прочее, это на самом деле главный вопрос, который был у Иова, судя по его реакции, это не покинул ли меня Бог. То есть, из всего, что было, для него важнее всего не покинул ли его Бог. Вы помните, это его аргументацию, Бог взял, Бог дал, Бог взял, благословенно будет имя Господне. Вот, разве мы будем от Бога хорошее принимать, а плохое не будем? Я знаю, что Искупитель мой жив, и он восстановит. Буквально, практически звучит речь о воскресении, хотя это самая древняя книга Библии. Вот. Иова мучает вопрос, не покинут ли он, не оставлен ли он Богом. И когда Бог ему отвечает, Иов рад. И Бог это знает. Очень интересно, что потом, по окончании этой беседы, Бог говорит друзьям Иова, попросите друга моего Иова, чтобы он помолился за вас, потому что он правильнее говорил обо мне. Очень интересно. То есть, они все говорили по Писанию, они все говорили логично, справедливо. Ну, там были какие-то логические ошибки, мы об этом говорили. О, делайте. Но при этом были люди, которые уважают Бога, уважают волю Божью и прочее. А Иов, который Богу явно хамил, оказалось, что он говорил правильно. Вы никогда не задумывались над этим парадоксом? Тут есть два элемента. Во-первых, друзья. Иов все время говорит о Боге в третьем лице. Он там где-то. Иов всегда говорит с Богом во втором лице. Иов помнит, что Бог присутствует всегда и везде. Говорить о Боге как об отсутствующем, мы знаем, что Бог везде, Он вездесущ. И уж тем более там, где собрались люди во имя Его. И очень часто у нас есть соблазн рассуждать о Боге как о ком-то, кто не присутствует в данном разговоре. То есть, Он является свидетелем всякого дела и слушателем всякого разговора. А второе, это то, что Иов позволяет себе, по сути дела, хамить Богу на основании того, насколько сильно он доверяет Богу. Понимаете? Именно с наиболее близкими друзьями мы можем не бояться ссориться. Когда у меня с кем-то отношение так себе и возникает конфликт, то я лучше отойду. Не буду связываться, не буду смешивать, не буду вмешиваться. Но с близким другом, с женой, если у вас какие-то разногласия, я не буду бояться эти разногласия испытывать. Я не буду бояться свои эмоции показывать. Я не буду бояться возмущаться. Потому что я знаю, что то, что нас объединяет, гораздо ценнее вот этих вот разногласий. И, понимаете, мы с Богом разговариваем в молитве, как тоже с каким-то начальником, перед которым мы заискиваем, чаще, чем разговариваешь с ним как с близким другом. С которым мы не боимся поделиться своими сомнениями, с которым мы не боимся поделиться своими проблемами, своим непониманием. Иов этого не боится. И в итоге оказывается, что Иов правильнее говорил обо мне. Хорошо, расскажите мне еще, какие еще есть книги о страдании в Библии? Плачь или Министерство? Ну, мы говорили не о... Ну, во-первых, Плачь или Министерство не совсем о страдании, во-первых. И, во-вторых, я уже намекнул, что из поэтических книг. Псалмы. Ну, в псалмах много, в псалмах много, но в псалмы есть отдельные. Там, навеки завет твой, за что навсегда ты откринул меня? Экклезиаст. Книга Экклезиаста – это книга о страдании. Обратите внимание, Иов страдает, у него нет ничего. Он сидит на навозной куче, черепком свои струпья шкребет. И у Экклезиаста есть все, у леведического героя этой книги. У него есть все, и он даже не останавливается, он пытается испытывать все, и наслаждение, и любовь в физическом понимании этого слова, и великие свершения, и великие достижения, и положение в обществе. И оказывается, что все в этом смысла нет. То есть, страдание Экклезиаста, в сравнении со страданием Иова, нечто совершенно иного рода. Страдание бессмысленности. И в конце автор книги Экклезиаста говорит, выслушаем сущность всего. То есть, без Бога ничто не имеет смысла, сколько бы у тебя этого не было. Помните, мы говорили про слова Паскаля о пустоте в форме Бога в сердце каждого человека. Вот, по сути дела, Экклезиаст, прекрасная тому иллюстрация, человек пытается в конечном заполнить эту бесконечную пустоту. И в итоге, ничего кроме суеты и томления Духа. В итоге, он мучается бессмысленностью. Вот это вот, на самом деле, вот это сатанинские страдания. Сатана мучается бессмысленностью, он не видит смысла во всем происходящем. Он не знает, что такое любовь. Он взывает к Иисусу, искушая его постоянно. Ты же голоден, те проблемы, ты Сын Божий, вот камни давай сделай возле хлеба. И это в стране, где камней гораздо больше, чем хлеба. То есть, речь идет не только себя на корме, но и все люди тут же за тобой пойдут. Мы знаем, за Иисусом потом ходили люди и требовали от Него хлеба и зрелищ. Покормить и показать фокусы. Вот. Ты же Сын Божий, сойди с Христа. У тебя же есть эта власть. Мне кажется, что в фильме Страсти Христова самый слабый элемент. Что там сквозным сюжетом идет сатана через всю жизнь Иисуса, а возле Христа-то его и нет. Смотрите, как это была именно кульминация. Именно через вот эту толпу сатана кричал, сойди с Христа. Он не понимал, ради чего все это делается. Он понимал, что его уходят по очереди с под ног, и это конец. Но ты же Сын Божий. Воспользуйся своей властью для себя самого. Сатанинские страдания, страдания бессмысленности. Именно на них себя обрекает всякий неверующий. Именно это, в конце концов, предлагает у Булгакова в Мастере Маргарите. Если помните, потом в Волон награды раздает. Вот. Вечный покой. Дорога там своей. Последователям вечный покой без Бога. То есть вечную бессмысленность существования. Вот такие у него награды. Мы должны об этом помнить. Хорошо. Ну а еще кто не вспомнит, какая есть еще книга? В Библии страдания. Есть еще одна книга, целиком посвященная страданиям. Но иона это не политическая книга. И страдания только два раза. Первый раз живут кем-кита, второй раз потому, что не Невия не разрушена. Причем страдания ионы выражены почти теми же самыми словами, как в притче Иисуса про таланты. Потому что я так и знал, я же так и знал, что ты добрый. Я же так и знал, что... Так, все полезли ли стать оглавлением. Тоже поэтическое, да? Да. Песнь песней? Песнь песней. О, жаль, все больше, что эсферия тоже не политическая эсферия. А тебя думаешь, без песней, да, ну да, это любви. А что там страдания? Ну, любому не страдания. Так о любви или о страданиях? Ну, ты, о любви, конечно. А не о страданиях? Ну, где там страдания? Что там? Потерял себе любимую большую папку. Ты мой на... Ну, она страдала. Страдала. Если мы помним, обычно в конце книги поэтической, вы вот там, в этой самой, у Иова там в конце, у этого самого, в конце у Экклезиаста выслушаем сущность всего. Что-то редко ты открываешь на песни песни, она мне написала. Все открывается само, до нее приходится продираться. Итак, положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, огненные, она, пламень, весьма сильный, большие воды не могут затушить любви. Это не страдания, что ли? Нет, конечно. Это лишь любовные страдания. Так страдания или не страдания? Страдания. Страдания, страдания, которые, смотрите, это самое, крепкие, как смерть. Кто сказал, что смерть это страдания? Лютые, как преисподняя. Стрелы огненные, большие воды не могут затушить. Но обратите внимание, но обратите внимание, вслед за этим, вслед за описанием этого ужаса, иду в следующие слова. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнутся предирению. То есть это страдания жуткие, но страдания, дороже которых ничего и нет. На самом деле, книга «Песнь песней» показывает нам высшее страдание, страдание любви. Любовь – это всегда страдание. Как пишет Клайф Люсь, полюби кого-то, и тут же в опасности. Любовь шревата страданием. Ты полностью отдаешь себя человеку, который своя воля, который сможет тобою злоупотребить, который может изменить, бросить. И ты беззащитен ведь от этого, потому что ты полностью отдал себя на его волю. Но, с другой стороны, именно эти страдания являются теми страданиями, без которых жизнь наша не имеет смысла. И как Шекспир сказал, что всякий человек из выбора страдать, но не любитель. Любитель любить, но страдать выберет второе. Если бы кто-нибудь отдавал все богатства дома своего за любовь, был бы отвергнут с презрением. То есть, это страдания желанные. Я скажу более того. Если книга Экклезиаста говорит об адских страданиях, о страданиях бессмысленности, то книга «Песнь песней» о страданиях небесных. Никогда не задумывали, что, как вы думаете, на небесах возможно страдания или нет? Нет, конечно. Нет. Боли не будет, болезни не будет, скорби не будет. Сознание любви не включает ни боли, ни болезни, ни скорби. Хорошо, давайте попытаемся. Мы, на самом деле, подошли к границе, к тайне. То, за что человеку заглянуть невозможно. Но мы же должны понимать, что мы имеем Бога, который есть тайно. И что любовь к Христову, она выше всякого разумения. Вот. И посланник Ефесянам, Павел обращается с молитвой, который говорит, чтобы вас не было, что молюсь, чтобы у вас не было никакого недостатка божественного. Я не помню, в профессиональном переводе буквально так говорится. Но чтобы вы полностью достигли божественного сами. Скажите, Бог меняется или нет? Нет. Не меняется. Он вечен? Ну, конечно. Теперь скажите мне, Отец, отдавая Сына на смерть, страдает или нет? Страдает. В любом случае. То есть, наш Бог, вечный Бог, извечный Отец, вечно страдает, отдавая Сына Своего на смерть. Почему? Из-за любви. Из-за любви. Из-за любви. Мы сейчас трудаем. Вот. Видео на нас, смотря на наши керемы, что мы делаем. Вот. Ну, сейчас это во времени, тем более, что он вообще не во времени. Но обратите внимание. Отец отдает Сына. По предвечному совету, Писание говорит. То есть, еще в мире не было страданий, времени не существовало, я уж не знаю, как глагол прошедшего времени к этому применять. Да? Но Бог есть любовь. А любовь – это страдания. Но это те страдания, ради которых мы существуем, потому что мы по его образу и подобию созданы. И страдания любви есть высшее проявление. Морального образа Божьего. Его доброй воли. То есть, и страдания будут вечны. Но это будет страдания желанными. Страдания. Не будет ни боли, не будет ни печали, не будет... Это страдания, на которые мы начинаем мучиться, когда у нас нет этих страданий. Вот. И вот эти вот три поэтические книги. Поэзия говорит о том, о чем, что словами выразить нельзя. Понимаете, как бы мы это словами не выражали, все равно слова можно будет придраться и, значит, забросать камнями за ересь и прочее, прочее, прочее. Потому что мы всегда прикасаемся к тайне. Поэтому Библия говорит об этом поэзии, говорит об этом образами, символами. Но смотрите, вот эти три книги. Книга о страдании небесном и книга о страдании адском. Между ними книга о страдании земном. Вот это то страдание, которое мы проходим сейчас. Страдание Ио. Мы находимся в пограничной зоне между небом и адом. Мы знаем, что у нас уже получена виза. Выписан паспорт. Мы только ждем, значит, попутного транспорта. Облако. Есть смысл в наших ожиданиях или нет? Действительно любят ли нас, наш небесный отец настолько, что он нас принимает таким, как мы есть или нет? Вот эти вопросы, это те вопросы, которые будут нас волновать, пока мы здесь на земле. Пока мы находимся вот в этом пограничном состоянии. Пока мы еще смотрим как бы через тусклое стекло. Пока мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. И поэтому абсолютно уверены, быть не можем ни в чем. Мы знаем того, в кого мы уверены. Это дает нам уверенность, что он не постыдит нашу надежду. Мы знаем, что он сделал для нас. И на какую жертву он пошел. Насколько мы ценны для него. Это тоже является, как Писание говорит, нашим гарантом. И у нас есть печать Духа Святого, который тоже является нашим гарантом. Но в конечном итоге все это все равно является верой. Мы стоим в этой мере или нет, пока мы находимся в этом пограничном состоянии, испытывая страдания наши здесь на земле. Вот это, собственно, даст нам конечный ответ на то, в каким страданиях мы обречены. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Значит, мы и там пострадали, но только пострадания будут хорошие. Совершенно верно. Как страдает родитель? Вы знаете, когда я женился, мы еще были оба неверующие, и когда у нас родилась первая дочка, вот еще в роддоме моя жена положила ее, сидела, смотрела на нее, говорит, ты знаешь, я уже сейчас его будущего зятя ненавижу. Ну, сейчас, сейчас уже не так, вот, сейчас мы ежедневно молимся, чтобы Бог послал нашим дочерям, любящих его женихов, вот, но, мужей, но, знаешь, это страдания родителей, родитель воспитывает ребенка для того, чтобы его отдать. Самое дорогое, что есть в жизни, растишь для того, чтобы отдать его. И зачастую, как раз, родители идут по тому пути, что они добиваются, чтобы дети любили их так же сильно, как они любят своих детей. А это, в принципе, невозможно. И таким вот случаем, либо у ребенка будет жизнь разбитая, либо он будет чувство уверенности всю жизнь тащить. Мы понимаем, что дети наши нам не принадлежат, нам их Господь только одолжил, чтобы мы их для него воспитали и отпустили. И поэтому мы должны учиться детей своих отпускать уже сейчас. Так это ли не страдание? Ну, это страдание любви. Нет больше для родителей огорчения при нормальном ходе дела, чем когда дети его покидают. Но нет и большей радости одновременно. Потому что дети начинают создавать свою семью, свою жизнь. Знаете, как это? Собрались как-то католические священники, лютеранские пастор и раввин, и завели споры о том, когда начинается жизнь. И католический священник говорит, что жизнь начинается в момент зачатия. Лютеранин говорит, нет, жизнь начинается в момент рождения. Романин говорит, нет, жизнь начинается, когда дети разъедутся, а собака сдохнет. Так или иначе, мы понимаем, что, возвращаясь к вопросу о страданиях, мы понимаем, что здесь мы находимся в мире слез, в долине смертной тени. Мы не боимся зла, только потому что мы знаем, что с нами наш пастырь, что его жезл и его посох, он успокаивает нас. Очень интересное слово успокаивает, оно по июрейскому и русскому имеет два значения. Слово утешить в боли, и второе, это когда кто-то сильно развеселился, возбужден. Посох у пастыря такая, крюк, которым он за ногу вцеловит и тащит обратно в стад. Ну а жезл это дубинка, если уж, да, если надо, да, успокоить. Вот, но остается вопрос, но все равно в мире куда, всегда останется вопрос, что в этом мире так много зла, куда же смотрит Бог? Как вот сильный аргумент был у первой команды во время нашего соревнования, да, когда она сказала, что как может быть Бог добрый, когда он сидит и со стороны на вот это все смотрит. Это был очень сильный аргумент, потому что и проблема была здесь не в ответе, а в вопросе, потому что правильнее смотреть, сказать будет не, корректнее будет спросить не куда смотрит Бог, А откуда он на это смотрит? Потому что Бог смотрит на нас с вами, на все страдания этого мира не с высоты небес, а с высоты Креста Христова. В этой проблеме страданий Бог не вне ее и смотрит, как мы с ней разберемся, а в центре ее. Он сам в Сыне Своем принял эти страдания. Он стал частью их, дабы от этих страданий, страданий земли, нас избавить. Он пошел на страдания ради избавления от страданий, на страдания любви, ради избавления от состраданий греха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok